Всем привет, дорогие друзья! Выйду на связь вот таким вот образом. Делать обзоры матчевые, так как это было на Урал и Рубин, не всегда будет получаться. Это довольно сложное, муторное дело. А тут еще и матч ТВ ко мне пристал. Прям личное общение у меня произошло, в котором они сказали, что, мол, Артем, пожалуйста, не бери наши хайлайты для освещения игр. Это, конечно, полный каменный век, потому что, ну, уже во всей индустрии, вообще в индустрии развлечений поняли, что самый лучший метод продвижения своего контента – это через блогеров, через людей, которые на собственном энтузиазме, собственном там профессионализме делают для вас абсолютно бесплатную рекламу. Но, видимо, в футболе это не работает, и матч ТВ закрывает свой продукт для всех и не позволяет там ни мне, маленькому блогеру, ни более крутым там коммент-шоу «Это футбол брат» или какие-нибудь «Спортс.ру», брать отрезки и иллюстрировать ими, собственно, происходящее на поле. Я не понимаю, почему я не понимаю, как это в их глазах должно работать. Просто представьте, что «Локомотив» бы не допускал до освещения своего клуба, до общения с игроками, там, в раздевалке, никого не пускал, и говорил о том, что мы занимаемся только сами. Если хотите посмотреть на «Локомотив», то покупайте билеты на стадион. «Матч ТВ» будет первым плакать о том, что, мол, да как же так, допустите нас в раздевалку. Собственно, они это уже делали, когда их «Спартак» не пускал. Естественно, «Матч ТВ» рыдал там в платочек. Но это их проблемы, и это точно не ваши проблемы, это в том числе мои проблемы, как вам освещать матчи «Локомотива», как вам о них рассказывать, для того, чтобы, ну, я мог высказать свою точку зрения и как-то ее проиллюстрировать. Ну, слава богу, у нас есть «Локалайвы», и «Локомотив» со собственной камерой все это снимает. «Матч ТВ» на это не имеет никаких прав. И вроде бы «Локомотив» не занимается такой ерундой, и страйки на мой канал кидать не будет. В общем, пока так. Представлю, что я просто начал стрим, и для вас расскажу, что я думаю про матч с «Факелом», который прошел вот на прошлых выходных. Матч с «Факелом» завершил тройку более-менее простых матчей, с которых «Локомотив» начинал этот сезон. Я предсказывал, что начало сезона для нас будет очень сложным, потому что «Галактионов» рано начал предсезонную подготовку и гонял футболистов в двухразовом режиме. Они падали, они жаловались на тяжесть тренировок, на то, что сил вообще никаких нет. И понятное дело, что после таких нагрузок выходить моментально не получается. Мы не смогли выйти и весной, и после этих нагрузок проиграли там «Спартаку» в кубке. Очень тяжелые у нас матчи были и с Ростовом, и с Ахматом, и с Краснодаром. Ну, вы помните, да, что не все было гладко у «Локомотива», но затем потихонечку-потихонечку разбегались, начали наконец-то убегать в контратаке, забивать по многу мячей и стали лучше команды весны. Что я вам рассказываю, вы все это прекрасно помните. Но у «Локомотива» на старте нового сезона не было двух матчей со «Спартаком». Были матчи с Рубином, был матч с Уралом, был матч, соответственно, с «Факелом», на которых можно было этот самый игровой тонус набирать, чтобы уже к следующей неделе, когда мы будем играть с ЦСКА, подойти во все оружие. И надо сказать, что, ну, конечно, игра «Локомотива» сейчас не вызывает вообще никаких восторгов, никакой уверенности. И более того, я на стриме говорил и сейчас, спустя некоторое время, готов подтвердить вот эту свою мысль о том, что «Локомотив» выиграл у «Факела» со счетом 4-1, но провел абсолютно худшую игру в 2023 году. Даже те матчи, которые мы проигрывали, да, там «Зениту» мы проиграли, единственный матч, да, в этом году мы проиграли этот «Зениту», это все равно были матчи, которые «Локомотив» проводил на более высоком уровне. Да, иногда могло что-то не получаться, но в целом команда показывала какой-то футбол, пускай там отрывочно, но не так, что команда уровня «Факела» на 40 минут завладевала мечом и доминировала на поле настолько, что мы не могли перейти центр. Это просто грустно было наблюдать, и это было очень странно, учитывая, что «Локомотив» начал в кои-то веки хорошо. Мы начало проиграли «Рубину», начало проиграли «Уралу», а тут вроде бы даже сами первыми забили, забили быстрый гол, и казалось бы, что ну вот, наконец-то идеальная игра для «Локомотива». «Локомотив» прекрасен в быстрых атаках, когда особенно на поле есть Уилсон Осидор, на поле есть Сергей Пеняев, это очень быстрые футболисты, ну и казалось бы, «Факел» сейчас пойдет в атаку, и «Факел» действительно пошел в атаку, «Факел» действительно очень сильно нас прессинговал, и казалось, что «Локомотив» сейчас просто начнет раз и за спину убегать футболистам «Факела». Сергей Пеняев, Уилсон Осидор, здравствуйте, 2-0-3-0-4-0-5-0. Нифига подобно, вообще ничего из этого не произошло, и «Локомотив», поведя в счете, вдруг неожиданно забыл, как играть в футбол. Это не какая-то метафора, не попытка как-то приукрасить. «Локомотив» просто забыл, как играть в футбол. И сегодня в Телеграме вышла статистика игроков «Локомотива», и там на фотографии Дмитрия Баринова написано, что лучший показатель в матче по количеству точных передач это Дмитрий Баринов, и его показатель точных передач это 39. Ну, просто 39 точных передач за матч – это, ну, это катастрофа. Я других слов тут подобрать невозможно, это ужасно, и это в общем и целом определяло, да, если у Дмитрия Барина 39, то, например, у Ивана Кузьмичева точных передач вообще всего 11 за матч у центрального защитника, когда в общем и целом центральные защитники могут вполне сотню точных передач за матч накатать, и это не что-то невероятное, и в нашей команде, и в целом в российской премьер-лиге такие случаи очень часто происходят. Но нет, наши центральные защитники – это вот Егор Погоснов, у которого точность передач что-то порядка 50-60%, и Иван Кузьмичев, который в принципе никаких передач не отдавал в этом матче. Естественно, естественно, все это приводило к тому, что Локомотив просто бил мяч вперед. Они даже не выбивали этот мяч на Дзюбу. Да, можно было бы подумать о том, что ну вот есть Артем Дзюба, и он должен был собирать эти мячи, но этого не происходило. Они били мячи в ауты, они били мячи в ближайших защитников факела, да, полузащитников факела, которые шли прессинговать. Мы должны были положить мяч на землю, делать 2-3 точных передачи. Сергей Пеняев, Уилсон Исидор и Артем Дзюба должны были двигаться вперед для того, чтобы занять нужные позиции, и после этого шла бы передача вперед. У нас этого не происходило. У нас передача вперед шла моментально после отбора. Естественно, ну ни Пеняев, ни Исидор не были к этому готовы. Они сами участвовали в отборе, они сами участвовали в обороне, поэтому невозможно сразу моментально побежать вперед. Почему это происходило, у меня лично нету вообще никакого понимания. В целом, на старте сезона отрезки Локомотива, когда Локомотив играет хорошо, они были в 3-4 раза меньше, чем отрезки, в которых Локомотив делал что-то абсолютно непотребное. Это было в матче с Рубином, да, мы здорово проводили 10 минут в начале второго тайма, например, да и в концовке первого тайма, когда забили, тоже было неплохо. Мы неплохо играли с Уралом, конец первого тайма, да, тоже неплохо играли в начале второго, когда забили гол после прессинга. Но в конце Урал нас прижал, и в начале Урал нас прижал. И вот теперь такой матч с Факелом, где, начиная с 15-й минуты и где-то до 60-й, когда пошли замены у Локомотива, и Локомотив смог забить второй гол, Локомотив играл во что-то прям очень плохое и очень пугающее, потому что вскоре у нас матч ЦСКА, где игроки выше уровнем, да, несмотря на то, что у ЦСКА проблемы с составом, но, конечно, игроки ЦСКА выше уровнем, чем игроки Урала и чем игроки Факела. И там, где игроки Факела, Черов, например, нас просто откровенно прощали, не забивая с 3-х метров, или Егорычев в матче с Уралом, ЦСКА, конечно, не будет нас прощать. ЦСКА очень легко эти свои моменты забьет или заработает там какой-нибудь пенальти, сделав Федора Чалова лучшим бомбардиром всей Яруси, или красную карточку где-нибудь там заработают, как в матче с Оренбургом. Короче, ну страшно, просто откровенно страшно, что если Локомотив снова будет с квадратными глазами выбивать мяч вперед, то ничего хорошего для Локомотива не получится. И в этой связи тема, которую очень хочется обсудить, это игра Локомотива в обороне, потому что я вижу, что очень много собак сейчас вешают на наших центральных защитников. Во всех аналитических передачах говорят о том, что вот Центру обороны у Локомотива это самое слабое место, и это, конечно, отчасти так. Но проблема Локомотива же вовсе не в том, что Кузьмичев, Погостнов, а до этого Морозов с Фасоном ошибаются индивидуально, и из-за этого приходит много моментов. Нет, много моментов приходит потому, что Локомотив очень легко отдает мяч соперникам и проигрывает единоборство еще на стадии центральной линии поля. И из-за этого команды, даже уровни факела, имеют возможность 40 минут просто находиться всем составом на нашей половине поля и никоим образом за это не быть наказанными. Да, вот потом, во втором тайме, мы наконец-то начали наказывать факел за такую агрессивность, за то, что они при счете 2-1, слава богу, слава богу, со штрафного Тикнезян забил, умничка Тикнезян. Но до этого у нас ничего не получалось. У нас мы тоже вели в счете и не могли выбежать в контратаку. Но после того, как Тикнезян забил второй гол и вывел нас вперед уже во втором тайме, там уже, к счастью, появился Максим Глушенков, появился Дмитрий Рыбчинский, появился Марио Митой. И мы начали, ну, мы перестали бить вперед, и мы начали делать хоть какие-то подготовительные передачи. И, ну, посмотрите, например, на гол, который забили Максим Глушенков и Сергей Пеняев. Да, вот там пошел отбор, пара передач, Пеняев поднимает голову, забрасывает на Глушенкова, который стартует со своей половины поля и сам бежит помогать. Таких атак в первом тайме, ну, вот, была ровно одна, и она была с участием Артема Дзюба и все того же Сергея Пеняева. Не хватило хотя бы еще одного футболиста на 11-метровой отметке, который бы побежал и замкнул эту передачу. Во втором тайме бежать вперед стали люди, которые, во-первых, могут бежать вперед, Артем Дзюба явно не предназначен для убегания в быстрой контратаке. А, во-вторых, этих людей стало просто банально больше. Дмитрий Рыбчинский поддерживал атаки, Найра Текнизяна перевели вверх после выхода Марио Митте. И, например, сам Марио Митте это явно не тот человек, который будет, как только видит мяч, сразу бить вперед, да? Мы видим, что Марио Митте постарается все-таки сохранить этот мяч, отдать передачу ближнему, между линиями, сам пойти в обводку. И это помогает пройти первую линию обороны факела, помогает нашим атакующим игрокам занять нужные позиции и делать рывки вперед. Ну, собственно, вот во втором тайме у нас и начались контратаки, которые привели в итоге к результату 4-1. Вроде бы хороший результат, вроде бы надо радоваться, вроде бы супер разгром над тяжелым для нас соперником. Мы в прошлом году факелу проиграли в выездном матче и еле-еле на последних минутах дальним ударом выиграли домашку. А здесь вроде бы 4-1, вроде бы надо радоваться, но 60 минут первые радоваться ну никак не получалось и казалось, что ты смотришь худший ужастик в исполнении Локомотива. Так вот, проблема Локомотива вовсе не в том, что там играет Иван Кузьмичев и Егор Погоснов. Я бы, конечно, да, я предпочел бы, чтобы играли Фасон и Морозов, но если на них будет такое же давление оказываться, тот же факел, слава богу, это еще в кавычках, слава богу, я всем желаю здоровья, но слава богу для Локомотива, что еще и Калинин получил какое-то повреждение. Если бы нас еще и Калинин бомбардировал своими навесами, то, я не знаю, Локомотив бы, наверное, еще бы раньше пропустил и, может быть, пропустил бы второй и третий. Нельзя допускать того, чтобы наши, нашу штрафную площадь постоянно бомбардировали навесами, постоянно бомбардировали какими-то проникающими передачами. Зенит пропускает мало и Зенит не допускает такого количества моментов у своих ворот не потому, что там классные центральные защитники, там вполне обычные центральные защитники. И более того, я скажу, что Реннон и Чистяков, они довольно часто ошибаются по сравнению с лучшими центральными защитниками российской премьер-лиги. Но вы не увидите такого количества моментов у ворот Зенита просто потому, что Зенит владеет мячом 70 минут из 90. И до их ворот просто не доходит мяч. И здесь вопрос к нашей опорной зоне, да, Дмитрий Баринов и Артем Карпукас. Хотя Баринов провел шикарный матч против Урала, Карпукас, как обычно, совершает очень много отборов, но вся эта конструкция, она не очень работоспособна, потому что, ну, зачастую у игроков обороны нету варианта сделать передачу там на Дмитрия Баринова или Артема Карпукаса. Зачастую у нас не работает подбор на линии штрафной. Это вообще наша беда с, не знаю, позапрошлого года, что опорники очень сильно вжимаются в ворота и в итоге первый там навес, первый удар вроде мы блокируем, но мяч выкатывается на радиус и оттуда уже идет второй удар без всякого сопротивления. И еще больше претензий к атакующим полузащитникам, хотя они тоже вроде бы бегают назад обороняются, но слишком уж они часто теряют мяч сразу после того, как получают, потому что пытаются идти в обводку или пытаются сразу сделать передачу, которая у них не получается. И в итоге мы видим, что атака локомотива заканчивается, не перейдясь в середину поля. И ну, я вас уверяю, что поставь сюда, не знаю, Ренана и Чистякова или там Рошу и ну, кого вы там считаете классным центральным защитником, 40 минут отбиваться от навеса факела на трех-четырех нападающих все равно будут супер моменты возникать. Ну, собственно, в нашем чемпионате нету ни одной команды, которая бы не пропустила за первые два тура. Да, ну, в общем, это говорит о том, что забивается в нашем чемпионате много и несмотря на очень плохую оборону локомотива, здесь, ну, без каких-то прикрас буду говорить, допуская моментов действительно крайне много, непозволительно много для команды, которая собирается бороться за верхние места, по пропущенным мячам локомотив находится всего лишь на, там, всего шесть команд пропустили меньше, чем локомотив из шестнадцати. Так что, ну, это, наверное, всеобщая проблема того, что игроков обороны в российском чемпионате осталось мало, да, Чурлук нету, каких-нибудь там Бруно Алвишев тоже уже не завозит. Проблему локомотива нужно решать, и я, честно говоря, очень боюсь, и меня очень смутило решение поставить Погосного и Кузьмичева на матч с Факелом, потому что, ну, судя по всему, через неделю снова нужно выпускать Кузьмичева и Погосного, оба они совершают довольно глупые ошибки, оба совершенно не умеют держать мяч и постоянно как раз вот с круглыми глазами бьют его вперед, а там, например, Лукас Фасон, который мог бы сыграть и поддержать мяч, и отдать нормальную передачу, и чувствует себя очень уверенно, ну, он не играл уже две недели, соответственно, с первого матча с Рубином, где он допустил результативную ошибку, и его посадили в запас. Причем, точно такую же ошибку совершал и Дмитрий Баринов в матче с Уралом, и кто-то из наших центральных защитников, по-моему, Погоснов, в матче с уже Факелом, да, точно так же убирают под себя, а наш игрок улетает в лицевую линию. Просто, ну, Фомие забил, Фомие решил пробить поворотом, а игрок Факела решил сделать передачу внутри штрафной, а адресата на эту передачу не нашлось. Это не вопрос к тому, что наш игрок обороны сыграл хорошо, да, просто Фомие оказался более сильным, чем игроки Урала и Факела. Очень страшно, очень страшно перед матчем с ЦСКА. На мой взгляд, проблемы Локомотива нужно искать не в обороне, да, нужно довериться какому-то сочетанию игроков, все-таки, мне кажется, что Кузьмичев-Погоснов это очень странное сочетание двух двухметровых дубов, надо рядом с кем-то из них ставить более игрового персонажа, и Фасон, и Морозов это более игровики, они могут отдать хорошую передачу, они не так сильно паникуют под давлением, и, ну, меня устроит любое сочетание, меня устроит и Фасон Морозов, и Морозов-Погоснов, и Фасон Кузьмичев даже, короче, ну, все-таки именно Кузьмичев-Погоснов выглядит прям супер странно, как как будто мы в ФНЛ-2 играем, там они бы супер зашли, дуболомы, которые просто бьют мяч вперед, для ФНЛ-2 во, отличная идея, но все-таки не для РПЛ и не для матча с ЦСКА. Проблемы нужно искать в атаке, и эта проблема, наверное, возникает из того, что у локомотива игроков атаки очень много, и для всех не находится места, и все из-за этого пребывают в каком-то, ну, очень таком плохом игровом тонусе, они разыгрываются по ходу матча, и поэтому мы, соответственно, вторые таймы проводим зачастую лучше, чем первые, поэтому мы плохо стартуем в этих самых матчах, и, ну, ты смотришь на то, как играют футболисты первые, там, 15-20 минут, такое ощущение, что ты поставил футбол на скорость 0.5х, а затем, вроде как, вот они уже начинают там в стеночки играть, бегать, рывочки совершать, бить поворотом, даже тот же Наир Текнезян, который забил два гола в матче с факелом, ну, в первом тайме это была бледная тень Наиры, которая особо и вперед-то не бегала, но зато во втором тайме уже начал подключаться, уже и голы стал забивать. Есть проблема с тем, что у нас правого полузащитника до сих пор нет нормального, и каждый раз кого-то нового ставят на эту позицию, и каждый раз он, ну, как будто просто с полей исчезает, и неожиданно оказывается, что оптимальное сочетание в атаке это не, там, не Пеняев и Сидор, да, это не, не знаю, Миранчуг, Лушенков, Жамалединов. Идеальное сочетание в атаке оказывается, что слева в атаке должен играть Наирте Князян, а под ним Марио Митай, справа должен играть Дмитрий Рыбчинский, потому что все его выходы на замену оказывались полезными и очень даже неплохими, а в матче с Уралом он в старте выходил и первый тайм провел хорошо, правда, в основном на левом фланге, но и на правом тоже появлялся и тоже какие-то хорошие вещи делал. А под нападающим, конечно, Максим Глушенков, сколько я уже твержу, сколько я бодаюсь с Михаилом Галуктеновым по этому поводу, но стоит Максиму Глушенкову выйти под нападающим, как в матче с Факелом, и он отдает две голевых передачи, он находится рядом со штрафной, он постоянно представляет какую-то опасность, при том, что Глушенков провел плохой матч, но, откровенно говоря, выход на замену не был каким-то суперпереворотным для Максима Глушенкова, он не очень много получал мячей, он там не накручивал игроков по 2-3 человека, не бил по воротам, как в матче с Оренбургом с 25 метров, он просто два раза поддержал контратаку, один раз, когда Сергей Пеняев делал забросы, и он отдавал Пеняеву на пустые ворота, и второй раз, когда Дмитрий Рыбчинский и сам отобрал мяч, протащил его полполя и отдал уже передачу в штрафную, а Глушенков вернул Тикнезиану на 2 метра назад. Да, это не какая-то невероятно крутая супер-пупер мега голевая передача, он просто, ну, сделал очень простое, но понятное и хорошее действие внутри штрафной, потому что Максим Глушенков внутри штрафной понимает, как играть в футбол. Максим Глушенков, который находится вдали от ворот, это, ну, бесполезно, он и в обороне не поможет, и мяч не протащит, и передачу там с фланга не сделает, его все время тянет куда-то в центр, в итоге фланг у нас пустой, в итоге в одной точке собираются какой-нибудь там же Малединов и Глушенков, мешаются друг другу, и из этого вообще ничего не получается. Под нападающим Глушенков шикарный, где угодно, в других местах, это плохо. И, ну, не выходить же при этом на ЦСКА с линией Рыбчинский и Тикнезиан, я думаю, что болельщики Галактионова не поймут, хотя, кто знает, вот реально на данный момент выглядит как будто это супер оптимальное и создает наибольшее количество проблем противнику. Но при этом получается, что у нас такой футболист, как Сергей Пеняев или Рифат Джамалединов или Антон Миранчук или свежекупленный Владислав Сарвелли сидят на скамейке запасных, и понятное дело, что всех четверых ты даже с замены не выпустишь. Наверняка тебе там какие-нибудь замены крайних защитников понадобятся в опорную зону или еще что-то, но у нас получается, что три человека играют, еще четыре на скамейке сидят, которые... еще Уилсон и Сидора забыл, да, это пятый человек, но он хотя бы может Дзюбу заменить. Это неправильно, так не должно быть и... ладно бы, да, вот у нас был действительно какой-то супер крепкий костяк Атакич. Люди, которые точно, совершенно играют лучше остальных, и когда остальные сидят на скамейке, они хотя бы понимают, ну вот, да, ну, что я могу поделать, да, тренер не может меня поставить в состав, там Уилсон и Сидор, который выходит и в каждый матч там забивает, отдает голевые передачи. Да, как, не знаю, какой-нибудь Квинс и Промис в Спартаке, люди, которые сидят на скамейке, они понимают, что, ну, они не посадят Промиса в запас, Промис слишком хорошо играет, или когда Малком был в Зените. В Локомотиве такого нету, и Рифа Джамалединов праве, сидя на скамейке, думать, почему он играет, а я на скамейке, или Антон Миранчук, почему те играют, а я на скамейке запасных. Это все в итоге приводит к не очень хорошему психологическому состоянию, это все приводит к растренированности, к потере игрового тонуса, и впоследствии, когда нужно будет их выпускать, окажется, что они уже там, три недели не играли, и играть сейчас в свой лучший футбол не способны. С этим надо что-то делать, и я вообще не понимаю, что и как, потому что, ну, не будем же мы отдавать свежекупленного Сарвейли, не будем же мы отдавать Сергея Пеняева, или, там, не знаю, Рифата Джамалединов по ходу сезона. Это тоже неправильно, но и то, к чему мы привели команду, я, честно говоря, не понимаю. У нас нету нормального, адекватного, правого полузащитника, зато ораво игроков в центр под Дзюбой сыграть. А самого Дзюба при этом, опять же, заменить особо некем. Когда Исидор выходит, он потом дает после матча комментарий о том, что ему на позиции центр форварда некомфортно, неудобно, и по статистике мы это видим, что, не знаю, 12 передач за игру это больше, чем Ивана Кузьмичева в матче с факелом, но тем не менее, это все равно очень мало. И там, 12 наборов за игру, в то время, как Дзюба делает 30+. После прошлого матча многие мне написали комментарий, мол, Артем, куда делись оценки? Судя по всему, для вас это важно, хотя, ну, надо понимать, что оценки это очень субъективная вещь, и оценивать футболистов в конкретном матче всегда найдутся, да, почему-то оценил его там на 6,5, он же сыграл гораздо лучше или, наоборот, гораздо хуже. Смотреть на оценки имеет, ну, смысл на какой-то дистанции. Я поэтому для себя веду табличку, и поэтому в конце сезона буду подводить итоги, почему тот или иной футболист, да, там, по моему мнению, сыграл хорошо, или, по моему мнению, сыграл плохо, да, вот по средней оценке можно эту табличку вывести. Но в конкретном матче это слишком субъективно и слишком может разниться с пониманием футбола других людей. Но, раз вам это интересно, давайте быстренько пробежимся по составу и по игрокам. В воротах локомотива стоял Илья Ландратов и стал главным героем этой игры. Ему Дмитрий Сенников дал статуту лучшего игрока матча и, на мой взгляд, абсолютно заслуженно, потому что, как обычно, в ключевые моменты матча, когда все могло пойти не так, все могло перевернуться, Илья Ландратов сыграл божественно. Он отбил два мяча, пущенные чуть ли не там с двух метров, с трех метров, и в пропущенном голе ну никак не виноват. Старался, пытался как-то эту оборону наладить, пытался руководить игроками, пытался успокоить их, ничего не получалось, но к Илье Ландратову по стартовым трем матчам просто ноль претензий. Слава богу, что Илья у нас есть, говорю я это в очередной раз. С правого играл Илья Самошников, и после двух отличных матчей, в матче с Уралом он был одним из лучших на поле, я об этом говорил, в матче с Рубином сделал голевую передачу на Исидора, которая позволила нам сравнять счет, в матче с Факелом Самошников уже был не так хорош. Он, во-первых, поддался всеобщей панике и точно так же, как и все остальные, бил вперед абсолютно бессмысленно, причем он бил вперед бессмысленно даже уже во втором тайме, когда не было Дзюбы на поле, он просто только отобирает мяч и сразу же по флангу шарашит вперед, когда на фланге даже нет никого. Эти моменты меня очень сильно смущали. От Самошникова я хочу проходов, я хочу, чтобы он как Марио Митый брал мяч и двигался с этим мячом вперед, и Самошников это умеет. Но почему-то вот в конкретном матче с Факелом, да и в предыдущих матчах он это показывает редко. И в обороне он не был так же хорош, как в матче с Уралом, если с Уралом он там выиграл 20 из 22 единоборств, то здесь у него процент, сейчас боюсь набрать, но около 50 или даже еще меньше, ну, многовато, многовато проиграл для матча с Факелом. То есть, когда мы играем там с ЦСКА, со Спартаком, с Зенитом, я понимаю, что выигрывать много единоборств это не самая простая задача. Но когда тебе противостоят футболисты типа Черова или кто там играл против Самошникова, ну, хочется, чтобы процент был, ну, 70-80. А здесь, ну, так себе плоховато. Центр обороны Иван Кузьмичев и Егор Погоснов, их стоит рассматривать в связке, потому что один из них выигрывал единоборство, но отдавал мячи чужим, другой проигрывал единоборство, но зато, по крайней мере, передачи отдавал точные. И Егор Погоснов был тем парнем, который отдавал мячи чужим, а Ваня Кузьмичев был тем парнем, который, ну, слишком много проиграл единоборств, в том числе ключевое, которое привело к голу Маркова после углового. Кузьмичев просто заснул на этом самом угловом, и Марков его неторопливо отбежал и ткнул мяч в сетку ворот. Не понимаю, ну, точнее, понимаю, что Иван Кузьмичев это центральный защитник не самый высокий уровень, и не стоит надеяться на то, что он будет играть стабильно и хорошо. Да, он будет проигрывать эти самые единоборства, нужно, чтобы у него была какая-то подстраховка, или, по крайней мере, он не занимался ключевой работой на каких-нибудь там угловых. По Егору Погоснову тоже довольно грустно, потому что по началу, вот по прошлому сезону, и я даже в видео говорил об этом, когда обозревал лучших футболистов весны, что Егор Погоснов не косячит, не ошибается, не приводит к его действиям, не приводит к опасным моментам у наших ворот. Но вот по последним двум матчам это уже нельзя, так сказать, и действительно, ну, что-то разладилось в передачах Погоснов, это было и в матче с Уралом, я прям конкретно вам в обзоре показывал, что Погоснов отдает удивительно странные плохие передачи, и особенно уже в матче с Факелом, где прям совсем все плохо было. Левый край, Наир Тикнезян, божественный, бомбический Наир Тикнезян, по которому сейчас все начали сходить с ума, по большому счету ничего нового он не делает, он точно так же подключается вперед, но вбегает в штрафную, но теперь его удары доходят до ворот, а раньше рикошеты и блокировки играли не в его пользу. Сейчас вроде как вот начался период такой удачи, фарта, когда после удара в Тикнезяна мячи находят вот эти вот какие-то сумасшедшие лазейки ворота наших соперников, иногда даже просто не понимаешь, ну как мяч мог залететь вот в ворота Белинова, насколько получился бильярдным этот удар, который мог пройти вот только вот в этой, по этой траектории в лузу в ворот Белинова, ну еще и Белинов такой парень, которому ворота засасывают мячи, пущенные с дальних дистанций, это уже не первый раз происходит, всегда говорил, всегда буду говорить, что нужно бить по воротам Белинова как можно чаще. Потом его перевели в атаку, это уже стало более-менее стандартной заменой для Галактионова, потому что Марио Митой входит, видимо, в число любимчиков Галактионова, ему постоянно дают играть, где-то со старта, где-то с замены, ну и соответственно не хочется заменять Наир Тикнезиана, который находится в такой потрясающей форме, поэтому Тикнезиан и Митой играют одновременно, но Митой в обороне, а Тикнезиан, соответственно, уходит в атаку. Мы то же самое видели весной в матче с Оренбургом, но тогда это была скорее вынужденная замена, потому что Тикнезиан много косячил, а сейчас это вынужденная замена, потому что Тикнезиан, наоборот, очень хорош и хочется, чтобы он побольше играл, ну и соответственно, когда он играет ближе к воротам, у него еще, наверное, больше возможностей для того, чтобы забить, хотя это спорно. С позиции левого защитника его подключения становятся очень неожиданными для соперника, вот с позиции левого полузащитника его уже будут ожидать и здесь нужно проявлять больше мастерства. Одно дело забивать в контратаках, когда ты убегаешь там 4 в одного, другое дело играть левым полузащитником при счете там, не знаю, 1-1, когда соперник построил оборонительные редуты у своих ворот. Но в любом случае Тикнезиан огромнейший молодец и, конечно, я думаю, что много вопросов по лучшему игроку июля не возникнет. В очередной раз эту статуэтку залутает Наир Тикнезиан. Опорная зона Дмитрий Баринов, который провел шикарный, на мой взгляд, матч с Уралом, снова как-то не то, не все. Я не могу не обвинить Дмитрия Баринова в каком-то провале в матче с Факелом, но факт есть факт, что у него не получалось склеивать оборону и полузащиту, оборону и атаку. Это его роль, это его главная задача на поле. Действительно, мы, например, часто видели ситуацию, при котором центральные защитники расходились довольно широко, к ним опускался Дмитрий Баринов, и они через него, через пас с ним выходили в атаку. Ну, вот в матче с Факелом и этого не получалось у нас. Да, нельзя, как обычно, предъявить к Дмитрию Баринову какие-то претензии про то, что он не добегал, хотя в матче с Рубином предъявлял именно эти претензии. Нельзя предъявить претензии, что он там где-то ноги убирает, но склеивать не получалось. И потери были, и предложений для партнеров было маловато, ну, и подключений в атаку мне тоже очень сильно от Баринова не хватает. Артем Карпукас продолжает тяжелый старт сезона, в котором он прекрасно отбирает мячи, особенно вот на старте матча с факелом очень много отборов было, очень много перехватов было, все в стиле Артема, как мы любим, но затем его интенсивность игры на поле очень сильно снижается, и это видно, ну, невооруженным взглядом, что первые 15, 20, там, 30 минут может быть очень хорошие, а дальше с каждой минутой Артем все реже добегает до нужных зон, все реже вступает в отборы, все чаще пытается сыграть на понимании, и это не всегда проходит, в общем, ну, видно, что старт сезона для Артема дается тяжелее, наверное, чем для остальных футболистов Локомотива. Атака в этом матче была представлена Уилсоном и Сидором со старта, и это одна из тех вещей, которая, честно говоря, меня немножечко пугает со стороны Галактионова. Одна из этих вещей, это то, что мы оставили оборону Кузьмичев, Погоснов, будто бы, потому что Урал нам забил всего один гол, а Рубин два мяча, хотя ошибок в обороне у нас было, ну, никак не меньше. И вот вторая вещь, да, это выпуск Уилсона и Сидора в старте, потому что он вышел в старте на Урал, забил гол и отдал голевую передачу, но если мы посмотрим этот матч, проанализируем матч с Уралом, увидим, что, ну, Исидор со старта, ну, не очень хорош, он постоянно упирается в защитников, он не делает тех вещей, которые он делает, выходя с замены, то есть он, выходя с замены на 60-й минуте, делает ровно тот же объем за полчаса, что и выходя в старте за тот час, который ему дают. И это проходит, происходит не первый раз, это происходит довольно часто, и в прошлом сезоне тот же матч с факелом, и точно так же Уилсон и Сидор не создал ровным счетом ничего в этом матче. И вот сейчас мы повторили эту идею и снова, ну, у Исидора был момент с разворота, бил по воротам, не попал, к сожалению, мог бы меня пострамить, но тем не менее он не делает той работой на поле, выходя в старте, какую он делает и какая у него получается, выходя уже на более слабых защитников. Уверен, что выйдя Исидор на замену в этом матче на 60-й минуте, у него был бы гол, потому что факел с 60-й минуты как раз допускал вот эти вот быстрые атаки, в которых Исидор король, и в которых он спокойно бы забивал. Что есть, то есть, видимо, нельзя было не выпустить Исидора в стартовом составе после 1-1, но я надеюсь, что на ЦСКА мы Исидора в старте не увидим. Он очень важен, он очень нам нужен для того, чтобы выйти со скамейки на 60-й минуте и перевернуть игру в нашу пользу, если она к тому моменту будет складываться не так, как нам бы хотелось. С правого края вышел Сергей Пеняев, это очередной эксперимент по тому, кто будет у нас играть справа. Серега Пеняев на мой взгляд сыграл получше, чем Максим Глушенков на этой же позиции, но все равно это было не очень хорошо. Потом они вдруг решили поменяться с Исидором, Исидор ушел направо, Пеняев налево, и на этом вообще все прекратилось в нашей игре. Мы вот как раз с этим переходом даже уже и в контратаке перестали бегать. Мне не нравится, это сочетание, но я уже говорил, что у нас нету правого полузащитника и кого туда не ставь. Эпизодами вроде что-то получается, но на протяжении всего матча это гораздо хуже, чем то, что у нас происходит на левом краю, например. Под нападающим вышел снова Рефаджи Малединов, как и в матче с Рубином, ну и сказать по его игре особо нечего. Да, там первые 15 минут еще, когда мы владели мячом, Рефаджи Малединов смотрелся неплохо, пробил по воротам, попал в перекладину, собственно, когда мы забили первый гол. Но как только начал атаковать факел, Рефаджи Малединов с поля пропал. Вроде бы, должен был как раз обеспечивать нам выход из обороны в атаку и забросы по флангам, чтобы убегали Исидор Пеняев, но ничего этого не происходило и в итоге его заменили закономерно и стало, ну, гораздо, гораздо лучше, потому что Максим Глушенков начал бегать вперед и начал получать передачи. Ну и в нападении сыграл Артем Дзюба, забил свой первый гол в этом чемпионате. Рабочий, крестьянский, возможно, с нарушением правил, возможно, без нарушения правил. Главное, что гол засчитали, здесь все на усмотрение судьи. В первые 15 минут я поражался тому, что Дзюба выигрывает вообще каждый верховой единоборства, но затем Локомотив начал пинать мячи не в сторону Дзюбы, а просто абы куда, чтобы Дзюба, видимо, на рывочке до них добегал. Дзюба рывочки не делал и закономерно был заменен, причем он сам попросил замену. Надеюсь, что нету никакого повреждения, по-прежнему Дзюба это важнейшая фигура в нашей атаке. Пока он на поле и пока в его сторону летят передачи, хоть как-то удается за эти мячи впереди цепляться. Без этого боюсь, что проблемы будут у нас серьезные и замены для Дзюбы до сих пор нету. И понимание того, как Локомотив должен играть без Дзюбы не при счете 3-1 в нашу пользу, когда можно просто бегать в контратаке, а именно позиционно при счете 0-0 или 1-1, когда соперник стоит у своих ворот и защищается числом. Я, честно говоря, не вижу и не очень понимаю, не знаю, понимает ли Локомотив, как играть в таких условиях. Все, я много наболтал, буду это монтировать, буду каким-то образом иллюстрировать. Матч ТВ передаю пламенный привет. До встречи после матча с ЦСКА. Субтитры создавал DimaTorzok